Душанбе, столица Таджикистана, самый крупный город Таджикистана, центр душанбинской агломерации. Этимология довольно прозрачная, то есть там был кишлак, который назывался Душанбе-Базор, то есть базар по понедельникам, то есть Душанбе это понедельник, и дословно второй день после субботы. Ну, собственно, вот был базар по понедельникам, и поэтому потом в город переименовали, но сначала этот кишлак Сталинабад переименовали, то есть город Сталина. А Душанбе это 1964 год, когда уже шла борьба с культом личности, переименовали обратно. Гесарская долина, на высоте порядка 900 метров над уровнем моря, достаточно большая площадь, 203 квадратных километра. Река Варзоб, в центре города имеется Комсомольское озеро, в которое впадает вот эта река Душанбинка, она же Варзоб по-таджикски. Могут быть землетрясения, но такие небольшие, до 8 баллов. Климат субтропический, внутриконтинентальные горы, что значительно смягчает такой жаркий климат Средней Азии. Короткая зима, достаточно обильные осадки, потому что горы все-таки. Поэтому, в принципе, у Душанбе из крупных городов Средней Азии, пожалуй, один из лучших таких климатических условий, довольно хороший. Напоминает Средиземноморье. Ну, вот климатическая карта, из чего видно тут, что температура средняя в январе в последние лет 10, ну, где-то плюс 5, достаточно умеренная. В июне порядка 29-26, то есть сравнительно жарко. Но не так не сильно жарко, то есть это средняя температура, не так сильно жарко, как в Ташкенте в том же. И осадков довольно много, но осадки в основном в марте-апреле, то есть весной осадки. Летом тоже практически никаких дождей, где-то с мая по сентябрь никаких дождей. А вот уже где-то к декабрю увеличивается, и пик осадков где-то март-апрель. Такой вот климат. Ну, был какой-то древний город при Кушанах, там античная керамика, но его значимость непонятна. Как Кишлак известно с 1676 года, именно что по понедельникам там базар был, и вот этим и известно. Как город уже в 19 веке его указывают, и в 19 веке был Бухарский Эмират, и вот в 19 веке называлось Душанбе. Восстановили, то есть в 61 году восстановили, как он еще в Бухарском Эмирате назывался. Ну, был, в общем, караван-сарай, было 14 мечетей, то есть достаточно большой город был, 10 тысяч жителей, Душанбе уже было при Бухаре. Как раз Бухарский Эмир бежал в этот город в 20-м году, преследуемый Красной Армией. Потом Энвар Паша брал город в 22-м году, Басмач, известный турецкий. Ну и, наконец, 14 июля 1922 года, окончательно большевики, и большевики сразу в Душанбе сделали Таджикскую Автономную Социалистическую Республику, столицу, которая сначала была в составе Узбекской ССР, и назывался Дюшанбе. Дюшанбе назывался, когда он 20-й был столицей АССР. В 1929 году создали Таджикскую Советскую Социалистическую Республику отдельно, и, видимо, что к Сталину подлизаться, который эту всю Таджикскую Республику организовал, 16 октября 1929 года переименовали в Сталин Аббат. А в 1961 году вернули первоначальное название Душанбе, ну, потому что боролись с культом личности Сталина. В том же 1929 году, когда там Сталин Аббат стал столицей, провели железную дорогу из Ташкента в Душанбе и начали строить предприятия. То есть раньше просто базарный такой город был торговый, а потом стал индустриальный уже в 30-е. Считалось, что Москва непосредственно шествовало Душанбе организует, то есть Москва послала кадры свои, строила там, Москвастрой строил станции для связи с Москвой. Ну, уже в 30-е построили ТЭС, потом, когда пошла эвакуация во время Великой Отечественной войны, десятки крупных предприятий из Москвы в Душанбе, и тогда вот цементный завод, авторемонтный, электромеханический и так далее. Много госпиталей было в войну. В 50-е и 60-е тоже интенсивно строилось, в общем, индустриальный центр серьезный был в Советской Средней Азии. Потом перестройка, национальные волнения, в том числе в 90-м году были массовые волнения в Душанбе, потом война, естественно, и восстановление после войны. Ну, сейчас где-то 12% всех жителей Таджикистана в Душанбе проживает. Национальный состав почти одни таджики, сейчас 90% таджики, 7% узбеки и 3% примерно русские. Численность населения падала в войну, то есть вот последний раз в 600 тысяч в 89-м году при СССР было 600 тысяч. Потом в войну падало, к тому же уезжали русские, которых было много. Но где-то уже с 2005 года, то есть упало до 500, то есть на 100 тысяч упало во время войны, 90-е была война в Таджикистане. До 2005-го упало до 500, за счет дальше война кончилась, миграция русских и так далее. А вот с 2005-го резко растет, в основном за счет переезда таджиков туда из деревень, и сейчас составляет 1 200 000 человек. То есть с советского времени удвоилось, несмотря на то, что все 90-е и до 2005-го года падало. То есть сейчас идет резкий рост населения Душанбе, последние буквально 20 лет. 230 предприятий, в основном всю советскую восстановили, кое-что еще новое построили. Основные отрасли в Душанбе промышленности легкая, промышленность текстильная. Есть совместное вьетнамо-таджикское предприятие по переработке шелка, рухи и обрешим. И чулочно-носочные, вот там чулки и носки делают на ФИСа предприятия. Дальше много там электротехники, таджик кабель, потом электронная техника ЛТО, электробытовые товары, торгмаш там есть и так далее. Пищевая промышленность развитая, как обычно в Средней Азии. Масло-жировой комбинат, молочный комбинат, консервный завод, вин-завод, пив-завод и так далее. Хлеб-булочный, кондитерский тоже есть. Кирпичные заводы, цементный завод, шиферный. Арматурный завод имеется, ТЭЦ работает. Ну, в общем, сейчас и когда крупный центр промышленный. Однако есть экологические проблемы с этим связанные, пыльные бури. Заводы много выброса сероводорода, плюс там источники в северной части города выбрасывают сероводород. То есть, проблемы с экологией все еще серьезные. Ну, традиционно там была торговля, до сих пор очень много базаров, супермаркетов, торговых центров. То есть, основная вся торговля Таджикистана. Конечно, если что-то купить, то в Душанбе надо ехать, там все продается. Если что-то редкое купить, да. Есть железнодорожная станция Душанбе, железнодорожный транспорт, Таджикская железная дорога ведет, аэропорт. Потом автомобильный транспорт, развитое троллейбусное движение. Потом Душанбинский автовокзал имеется прямо в центре столицы. И рейсы как по республике, так и в Узбекистане. Дальние рейсы тоже есть. Общественный транспорт расширяется. Троллейбус сохранили, хотя во многих городах закрыли. С 1955 года троллейбус. Есть Душанбинский троллейбусный завод, то есть, сами производят. Автобусные маршруты развиты. Архитектура смешанная. То есть, первоначально он был одноэтажный, и сейчас в основном одноэтажный. А вот где-то с 30-х начинается строительство зданий такого советского типа. Особенно фабрики строили такие вот в стиле конструктивизма, как вот в 30-е строили промышленные предприятия, и под них же строили, в принципе, жилые помещения. Известен дом правительства из советской архитектуры. Трехэтажные и четырехэтажные дома только в 50-е годы начали строить, и их сравнительно мало. Ну, это основные такие государственные банки, краеведческие музеи, уже как бы больше, чем один этаж, это только 50-е. Но в самое последнее время строят высотки в Душанбе, именно в 21-м веке, к которым относятся 22 этажа Душанбе Плаза, торговый центр Базарии Мехергон, жилой комплекс Бухаро-Палас и так далее. Ну, в общем, как и везде в постсоветском пространстве, смешение разной архитектуры, но поскольку в основном все-таки советский период, в значительной степени советский вот этот конструктивизм преобладает, а вторая половина 20-го века шел такой национализм везде, и в СССР даже уже. А вторая половина 20-го века много в национальных таких таджикских мотивах, там дома с колоннами, там со статуями и так далее. То есть такой восточный стиль уже наводили позже, где-то вот в 70-е, ну и естественно при независимом Таджикистане. Парки большие, парк культуры отдыха, ильмени Айни, деревья там, всевозможные аллеи, много в центре города сделали, что существенно помогает, так как летом действительно жара и сухость сплошная. Ну, довольно красивые здания именно административных учреждений, дом правительства, парламент, гостиница Душанбе, большая Чайхана Рахат, много памятников в основном известным таджикам, ну там много известных со средних веков, Хердауси, Рудаки, Авиценна, Амархаям, Айни и так далее. Имеется проект реконструкции Душанбе, в процессе которого сносят памятники Ленину, и вместо него ставят памятники Фердауси и так далее. Довольно много там продолжают сейчас демонтировать памятники Ленина, некоторые совсем недавно снесли. В общем, вместо памятников Ленину строят великим таджикам всякие памятники, основное направление. И вот эти высотки, которые я упомянутал, высотки строят. Вот такие достопримечательности. Президентский дворец, конечно, потом Национальный музей Таджикистана есть. Национальный музей древности Республики Таджикистан имеет статую Будды еще до зарастризма, даже буддизм был сильно распространен. Ну, буддизм, зарастризм, традиционные арийские религии, таджики все-таки иранцы по языку, да. Национальный музей Таджикистана, всевозможные памятники классикам, академические театры оперы и балеты имени Айни, парк культуры Амара Хаяма, площади Рудаки, там тоже площади названы опять новыми героями сейчас в основном. Ботанический сад имеется, городской сад боги Рудаки, Душанбинский зоопарк большой, главный, естественно, в Таджикистане. Вот, ну, много мечетей, конечно, в основном мусульмане, исмаилиты тоже есть, поэтому есть центр исмаилизма, русские такие остались, поэтому русские церкви тоже есть, которые построены еще вот в период русского господства там. Ну, четыре газеты, основные Душанбе, причем на русском языке народная газета, есть еще газеты на узбекском, две газеты на таджикском, одна русская, один узбекский, основные газеты. Восемь государственных телеканалов, которые тоже из Душанбе все вещают таджикские. Книжные издательства, таджикская энциклопедия, все основные культурные центры Душанбе, конечно. Информационные агентства, довольно много научных заведений и учебных, Таджикский национальный университет, национальная консерватория, русско-таджикский славянский университет, есть аграрный университет, много, короче. Естественно, дворец спорта, стадионы крупные, вот это вот Душанбе. Вокруг Душанбе, там какой-то определенной Душанбинской области нет, а называется районы республиканского подчинения, 13 районов. Довольно большая площадь, но в принципе это окрестности города, которые снабжают его в аграрном, едой снабжают в основном. Ну вот эти РРП, районы республиканского подчинения, они практически сразу граничат там с Киргизией, с Узбекистаном и так далее. Население районов республиканского подчинения порядка двух миллионов человек, 85% таджиков из национальных меньшинств, Узбеки 12%. Поэтому, соответственно, ислам все исповедуют. С советского периода менялся процент в сторону повышения процента таджиков, то есть в 79-й год 66% таджиков было, а сейчас 85%. Но это не за счет русских, русских мало всегда было, а в основном за счет узбеков. То есть вот в 79-м году 23% узбеков, а теперь упало до 12%. За счет снижения процента узбеков увеличилось процент таджиков. Ну, русские тоже упали, русских 6% даже в 79-м году было. То есть даже на пике там присутствия русских 6% их было и сейчас упало практически до нуля. Остальных почти, в общем, нет там. Ну, из заводов там есть таджиковская алюминиевая компания, которая работает не в Душанбе, а вот в этих районах. Основная специализация сельхозяйственное снабжение столицы. Производство зерновых, картофеля, овощей и так далее. Почти нет хлопка. Сейчас убрали хлопок, и мало развито даже бахчеводство. То есть специализируется на поставках картофеля и зерна в столицу. Достаточно развитое животноводство. Есть древний могильник. Что-то 4 290 год до нашей эры. Что-то такое. То есть люди там действительно давно жили, в этих долинах сельхозяйственных. И даже вот в районе Душанбе есть памятник периоду бронзового века 5 тысяч лет назад. Ну, вот такая краткая информация в этих местах. Продолжение следует... Продолжение следует...